Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РН. Продолжают новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Наводим порядок. Благоустройство Анапы на особом контроле у главы города. Пенсионный возраст не повысят. Какие еще изменения ждут пожилых людей в этом году? Профессионал с большой буквы. Анапа выбирает лучших специалистов курортной индустрии. И сейчас обо всем подробнее. Расследование обстоятельств пожара, произошедшего год назад в спортивной школе села Виноградный, подошло к концу. Сегодня глава города Сергей Сергеев встретился с руководителями, ответственными за восстановление спортивного сооружения. Сергей Сергеев интересуется обстоятельствами возникновения пожара. Что случилось вообще? Что называется? Это поджог был. То есть воровство с поджогом. А кто украли? Украли компьютеры. Компьютеры украли в основном. Чтобы замести следы, подожгли там. И выгрыла та комната с небольшим повреждением. Там дверь на лепу есть. Вот еще с той стороны улицы. Они ночью завели через дверь, она открыта была, щеколка. Прошли сюда, поковырялись, тут что-то там, эти сейфы поскрывали. Потому что мы когда пришли, мелочь была вот так разбросана. Из-за этой мелочи детвора виноградного, а это более двухсот детей и ста взрослых, не имеют возможности участвовать в турнирах, посещать свои любимые спортивные кружки. Сколько у вас преподавателей? 50 человек. Сегодня, вот какие неудобства отсутствуют вот этого замка для детей? Мы не можем проводить турниры, собирать здесь соревнования. Точнее всего турниры не можем. А он шуток? Нет, у нас еще в джигенке есть спортзальчик. Ну, он примерно такого же типа, размером примерно. Ну, мы же его починили. Да, отремонтировали. Спасибо, да. Отремонтировали. Это, конечно, сейчас здорово. И там уже с 7 числа состоится турнир с приглашением бюджетного века. Я вас тоже приглашаю посетить этот турнир. Спасибо. Вся документация для начала ремонтных работ готова. Вопрос начальнику управления образования. У нас есть смета, которая прошла ценообразование. Это на сегодня уже 4 миллиона 134. А где она прошла ценообразование? В Краснодаре? В Краснодаре прошла ценообразование. Так вы хотите с краевыми деньгами, да? Ну, с краевыми деньгами, пока вопрос не решен. Осмотрев помещение и оценив хорошее отопление зала, глава города пообещал всяческую поддержку в ремонте излюбленного места спортивного досуга виноградницев и попросил их дружными усилиями подготовить зал к ремонту. Глава города провел совещание, на котором были подняты вопросы, касающиеся благоустройства при вокзальной площади. Сергей Сергеев дал поручение управлению ЖКХ совместно с муниципальным контролем найти собственника участка вблизи железнодорожного вокзала, который утопает в грязи и мусоре. Глава Анапы обратил внимание на жалобы горожан. Прилегающая территория возле железнодорожного вокзала захламлена мусором. Негостеприимные гостевые ворота, встречающие приезжих, вредят имиджу курорта. Водители такси в ожидании своих потенциальных пассажиров пьют кофе, перекусывают, а стаканчики другой мусор выбрасывают прямо рядом со стоянкой. Специалисты встретились с начальником вокзала. Сергей Бродецкий сообщил, что уборка территории производится ежедневно. На парковке у вокзала установлены специальные урны с маркировкой для пластика, бумаги, стекла и металлических отходов. А отсыпанная парковка напротив вокзала в летний период сдается в аренду и не является собственностью российских железных дорог. За проезд на парковку арендаторам взимается определенная сумма, которая идет в том числе и на уборку территории. Однако по окончанию сезона шлагбаумы демонтируются, а мусор становится ничьим. Сотрудниками муниципального контроля были установлены арендаторы участков, на которых составлены административные протоколы за ненадлежащее содержание территории. Кроме того, их обязали убрать мусор в кратчайшие сроки. Обновленная версия российского антикризисного плана, пишет газета «Ведомости», не содержит предложения о повышении пенсионного возраста. Минэкономразвитие уже направило в правительство проект антикризисного плана на этот год, однако обсуждение обновленной версии продолжается. Документ должен быть окончательно подготовлен к 5 февраля. Блок про социальную поддержку начинается с предложения ограничить выплаты пенсии работающим пенсионерам с учетом их доходов. В нем также говорится о повышении требований к досрочному выходу на пенсию. Из плана исключили пункт о подготовке предложения о повышении пенсионного возраста. Среди прочих мер остается возможная дополнительная индексация пенсий. Разговор на деликатную тему сегодня провел глава города Сергей Сергеев со своими заместителями. В рамках краевой программы «Доступная среда» муниципалитет приобрел 5 стационарных туалетов для инвалидов. Но то, как их подготовили к работе, не поддается никакой критике. Серая будка безопознавательной надписи не так давно пострадала во время аварий. Водитель-лихач врезался в ее корпус. Сооружение привели в порядок, но для того, чтобы запустить столь необходимое в курортном городе заведение, необходимо их довести до идеального состояния. Вот это что такое? Это что? Благоустройство? Это позорище. Нет, это благоустройство. Потом. Что это такое вообще для людей, чтобы сказать, что это такое? Кто-нибудь таблички заказал? Нет, таблички. Эскизы написали. Но главное, что остались открытыми очень многие вопросы именно безбарьерной среды. Как вот при этом благоустройство он сюда подъедет? Мы для инвалидов делали, мы хотим сдать сейчас в аренду. Это что такое, Жилика Анатольевна? Это что, издевательство что ли, а? Установка таких сооружений – первый опыт в городе. И глава города требует внедрять его в жизнь. Согласовывая особенности эксплуатации с людьми, которым придется потом преодолевать здесь возможные трудности. Здесь все должно быть вылезано, и мы сюда должны привезти человека из общества инвалидов, привезти колясочника и сказать, а ну скажи мне, тебе подъехать сюда удобно? Да, удобно. Тебе зайти сюда удобно? Нет, неудобно. В чем причина? Расскажи, пожалуйста. Тебе пользоваться вот этой раковиной удобно? Она что, с фотоэлементом, еще со чем-то? Кто-нибудь? Это написать-то надо? Вызов дежурного. Надо? Это все мелочи. Значит, заходите сюда, составляйте план мероприятий и мне на стол. Это что такое? Почему я должен ругаться? Отсутствие пандусов, электричества, удобного кассового окна. Замечания пересдачи заведения в эксплуатацию непростительные. Сергей Сергеев потребовал немедленного устранения недостатков. Управление по курортам и туризму администрация города приглашает принять участие всех, кто составляет гордость и славу курортной индустрии города в конкурсе «Лучшие по профессии». Вчера состоялся оргкомитет конкурса, на котором были утверждены особенности участия в нем и этапы соревнования. Слово начальнику управления по санаторно-курортному комплексу и туризму Дмитрию Ерохину. В соответствии с постановлением главы муниципального образования города-курорт Анапы Сергеева Сергея Павловича уже второй год на территории Анапы проводится ежегодный конкурс «Лучший по профессии». В простонародье его называют «прибыльным гостеприимством», где принимают участие работники сферы обслуживания, потребительской сферы и санаторно-курортного комплекса. Разыгрываются номинации – это «Лучший озеленитель», «Лучший аниматор», «Лучшая горничная», «Лучший повар», «Лучший администратор». И даже в этом году будет «Лучший бармен». И в этом году даже будет «Лучший бармен». То есть именно в этом конкурсе принимают участие именно те люди, на чьих плечах вытаскивается фактически весь курорт, которые встречают наших гостей первыми и, соответственно, провожают наших гостей уже удовлетворенными после его отдыха в Анапу. Особенности этого года, этого конкурса? Особенности этого года, этого конкурса – уже сформирована конкурсная комиссия, уже определен состав жюри. В этом году на конкурсе будут применены новые инновационные технологии. То есть первый этап конкурса будет проходить тестирование, и тестирование будет, соответственно, связано с компьютерными программами, которые будут установлены соответствующими специалистами. И помимо того, что люди умеют делать руками, будут проверены еще теоретические знания. Блеснуть своими знаниями и умением в этом конкурсе значит заявить о своем предприятии, как о лучшем санатории, отеле или ресторане. А это значит привлечь еще больше отдыхающих и гостей. Награды победителям будут вручаться в торжественной обстановке с привлечением краевых и федеральных СМИ. А в день открытия курортного сезона на сцене весь город будет иметь честь познакомиться со своими лучшими специалистами в сфере курортных услуг. И к другим темам. Как известно, автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения. В Анапе много желающих получить водительские права, несмотря на все более сложные требования к претендентам обзавестись собственным транспортом. С этого года ожидаются нововведения при сдаче экзаменов ГИБДД. Какие – узнаем из комментариев специалистов. По сдаче теории могут ввести дополнительные вопросы. То есть, если вы сейчас издают теоретический экзамен, он сдается 20, учащийся отвечает на 20 вопросов. Они разбиты на 4 блока по 5 вопросов. И если сделал 2 ошибки, то считается сдал. 3 ошибки не сдал. Сейчас хотят ввести, если в одной из пятерок, в одном из блоков сделал 2 ошибки, сразу не сдал. Если в разных блоках по одной ошибке, то за каждую ошибку добавляется 5 дополнительных вопросов. То есть, практически человеку нужно будет ответить без ошибок на 28 вопросов. На автодроме раньше было 4 упражнения. Сейчас добавляется, будет добавлено еще 2 упражнения. Это маневрирование задним ходом и торможение на разных скоростях. И практически из упражнений больше пока добавлено не будет. Похоже, Анапа выходит из полосы пасмурного неба и дождей. Синоптики прогнозируют, что уже на следующей неделе нас будет радовать солнце, а температура уверенно уйдет в плюс. Ну а как поднимают себе настроение в ожидании весны на обчане, поинтересовалась наша съемочная группа. Собираемся вечером с женой идти гулять. А сейчас будем заниматься ремонтом и играть с ребенком. В контакте сижу, общаюсь с подругами, книги читаю, чай пью. Ну вот гуляю с внуками, поднимаю. На тренировки хожу, потом уроки делаю и иногда смотрю телевизор. Я вообще работаю с детьми, поэтому если плохое настроение, мы начинаем играть. Все. Что-то рассказывает интересное, кто-то что-то вспоминает. Думаем о хорошем. Главное думать. Верить в лучшее и не падать духом, а так все нормально будет. Настроение какое-то. Я сегодня просто с утра отвел сына в школу, затем в обед отвез дочку в школу. В принципе настроение у меня уже поднялось. Не, ну мы-то будем надеяться на лучшее, нам подожди в принципе ни почем, как и холод, как и зима. И завершит выпуск прогноз погоды. В субботу 30 января в Анапе ясно. Температура воздуха днем плюс 3, плюс 5. Ночью до 3 градусов тепла. Ветер северо-западный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 4 градуса. Генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.